За этим столом начинается работа по изготовлению изделия русского народного творчества. Детям понадобятся клей, краски, деревянные палочки и небольшие предметы для декорирования. Мы сегодня делаем ложки-обережки. А что это за ложки-обережки? Это обереги для достатка в доме, для здоровья, для благополучия. Здесь символы приклеиваются, которые как раз будут в доме помогать делать добро, богатство и здоровье. Каждый из народов, живущих в нашей большой многонациональной стране, может похвастаться своей неповторимой и богатой культурой. А декоративно-прикладное творчество – одна из грани, показывающая эту неповторимость и красоту. В Центре творчества и развития детвора прошел городской мастер-класс по изготовлению изделий народного творчества под названием «Ларец самоцветов». В этом году мы все рады, что пандемия отступила. И мы, наверное, впервые за последние два года, это точно, мы собрались с ребятами все вместе. Мы пересмотрели, все лучшее взяли и решили, собрали совещание, творческую группу и вместе со всеми представителями всех образовательных учреждений, нашего учреждения, мы решили провести для ребят мастер-классы. Хантыские куклы-обереги в богатом меховом наряде, татарские нагрудные украшения с яркими узорами, расписные тарелки в лучших традициях дагестанских мастеров и белорусский браслет дружбы, как символ доверия и единства между нашими народами. Это лишь малая часть богатейшей культуры народов, проживающих в России. Все народы у нас хороши, и каждый по-своему своеобразен и интересен, в том числе и белорусы, у них очень много интересных вещей, они большие мастера, мы вот сейчас попробуем за конца все сделать, и может получится у нас красиво, мы надеемся. Я делала марморчики, это такие игрушки в древности, их делали, чтобы когда женились, если кукла с руками, значит девушка, которая женилась, она делала по дому. Если делаешь без рук, то она просто сидела, ничего не делала. Всего за час совместной работы все изделия были готовы. У ребят действительно все получилось. А лучшим подарком стали сами поделки, которые дети забрали с собой. Очень рада, что нас так много, что мы все разные и можем поделиться друг с другом чем-то новым и интересным. Очень надеюсь, что всем участникам понравилось, вы обзавелись новыми друзьями и, конечно же, такими замечательными поделками, которые сделали своими руками. Я всех поздравляю, всем мира и добра. Помимо приятных впечатлений и сувениров, сделанных своими руками, дети получили и не менее важный подарок – знания о культуре и обычаях народов, проживающих в нашей стране. Мирослав Акинфеева, Эдуард Минахметов, Новое время Радужный.